Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь и это продолжение нашей карьеры за Зенит. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения, либо летсплеи на ютубе. Буду рад вас всех там увидеть, ну а мы продолжаем. Итак, у нас не получилось за два сезона с Зенитом выиграть Лигу Чемпионов, получилось максимум только дойти до финала и проиграть на последних минутах ПСЖ. Поэтому мы сейчас переходим в третий сезон, если у нас за третий сезон ничего не получится, там уже будем чисто смотреть по времени, потому что у нас до выхода FIFA 22 остается чуть меньше двух месяцев. То есть она выходит там 1 октября, если я не ошибаюсь, а у нас сейчас середина, ну начало можно так сказать, уже середина, да, середина августа. Поэтому как-то так. Ролики теперь будут выходить каждый день, то есть это и карьера за Зенит, и карьера за Лестер Сити. А вот и наши трансферы, это, если не ошибаюсь, Партея мы подписывали, потому что у нас вообще проблемная была позиция с опорником, просто не было игрока. И вот я решил 29-летнего Партея подписать. Нацелимся на победу в Лиге Чемпионов, я согласен, в том сезоне у нас почти это получилось. Но вот Партея чисто на сезончик, посмотрим за 20, тем более 4 миллиона мы его подписали. Обновленный состав Молодежной сборной. Аздоев перешел в Айнтрахт, Партея перешел к нам, все вроде замечательно. Посмотрим на переговоры. Моя команда. Так, ну я не знаю, как здесь по рейтингу, наверное, надо выстроить. Ну вот Партей, один из ключевых игроков с рейтингом 85+. Все, ну ему, правда, да, 29. Что у нас по возрасту, надо сейчас вообще посмотреть. Луньев 31, Партей его 29. То есть он второй по возрасту у нас игрок в команде. От Луньева, да, избавляться нам нужно. Но сейчас мы вроде как ищем нам центрального защитника. Вот. У нас тут и денюжки нам нужны. Вроде как на фланговых еще защитников. Поэтому будем, я не знаю, что-то делать. Здесь по рейтингу посмотрим. 75 у нас максимальный рейтинг в Молодежной Академии. Итак, сообщение. Новичок в Молодежной команде. Понятно об уходе игрока. Аздоев ушел, Круговой ушел и Партей присоединился. Прохин, Суарес и Стевенс нам говорят, что лучше переподписать с ними контракты. Потому что, ну, просто советуют. Скорее всего, мы сейчас это и сделаем. Малком плюс единичка к рейтингу и Круговой, который уже вот покинул нашу команду. Цель в сезоне. Ну, все, тут они одобрили, говорят. Так, еще раз посмотрим, что у нас по контрактам. Прохин, Суарес и Стевенс. Понятно. Денег у нас очень много на зарплатный бюджет. Поэтому сейчас будем тратить. Ну что же, Адзюба, кстати, перешел в Манчестер Юнайтед. Вот так вот складывается. Замечательная карьера у Артема Адзюба, который многие писали, зачем я его продал из Зенита. Вот, я его продал в Лестер. Он там стрельнул за сколько? За сезон, получается. И уже на второй свой год в Англию он переходит в Манчестер Юнайтед. Замечательная у него карьера. Я безумно за него рад. Ну и что по моей команде. У меня переговоры здесь с многими просили переподписать. Вот, с Жезусом провалились. Низкогодовая зарплата, низкогодовая зарплата с Пикфорда. Малком тоже низкогодовая зарплата. Так, Тах согласен. Ему, конечно, миллион-то добавили. Переподписали мы с ним контракт. Так, вот, Тах у нас теперь будет еще на три сезона играть. Азмун на три миллиона. Тоже подписываем с ним контракт. Ну и тоже там вроде на три года, да. Паласиос на два сезона. Принимаем условия. Вроде как на два, а может быть и на три. Сейчас посмотрим. Да, на три все-таки. Ну и все остальные. Мы также вот переподписываем контракты. Так, вот главная у нас задача. Это было с Суаресом переподписать контракт. Все там на 155 тысяч буквально только подняли. Прохина я вообще не понял, зачем нам переподписывать. У него там буквально компенсация вообще не изменяется. Еще ему три года у нас играть. Поэтому я не знаю. Вот, ну и со Стевенсом тоже все переподписали. И на 5 миллионов его вот компенсация повышена. Итак, Энрик Галего за 7 миллионов переходит в Краснодар из Асасуны. Говорят, важнейший трансфер. Так, что у нас под центральным защитником? Ну, это так на будущее. Деврай. Ну, 30-летний уже сразу минус. Так, здесь у нас Кабак. Вот это мне очень нравится игрок. На самом деле 83 рейтинг. Я, кстати, не помню, там какие нам рейтинги на самом-то деле нужны. Ну, вот Миленко ведь еще есть из Фиорентины. 83 рейтинги. Но нам, скорее всего, это на замену Прохину. Поэтому это в любом случае лучше, чем 74-й. Поэтому 80 плюс игроков будем брать. Но пока что ждем, когда у нас купят Стевенса и Суареса, чтобы мы могли уже поскорее подписать наших игроков. Там Павар и Хосегая. Поэтому состав пока что у нас все так же и остается. Итак, Мирамон переходит в ЦСКА за 3 миллиона из Леванты. У нас очередные переговоры уже по моей команде. Ригони хотят забрать в Риверт Плейт. Я Ригони не выставлял. Поэтому пока что отменяем. Мне надо вот продать фланговых своих молодых защитников и подписать новых. Так, Делихта нам предлагают центральным защитникам. Вот это замечательный выбор. Здесь еще и Комару нам нашли из Ливерпуля. Тоже возьмем. Эл Веди, 25-летний защитник Мюнхенгалатской Баруси в форме. Правда, с Сивили сейчас он стоял. Итак, клуб Риверт Плейт покинул Понзио, его символ. Я так понимаю, перешел он в Наполи. Неймар перешел в Ювентус. С СПСЖ вот эта вот сенсация. Ну и рейтинги национальных сборных обновлены. Франция на первом месте. Так, у меня хотят купить Лунева. Снова в ЦСКА. Мы бы туда же и Тержакова продали. Но пока что вот не время. Вот, пока что нет. Хоть он и возрастной, и я понимаю, что низкий у него рейтинг для вратаря уже в нашей команде. Но все равно, пока что нет. Так, у нас переговоры снова по моей команде. Суареса, наконец-то, ух, в Сивилию. Вот это вот вообще замечательно. Сейчас попробуем за компенсацию, наверное, за 19-800. Не зря переподписали с ним мы контракт. Все, за 19-800 сейчас попробуем продать Суареса. И подпишем тогда на его позицию Павара. Будет просто замечательно. Так, а у нас сейчас игра в International Champions Cup. Азия. Мы симулируем, естественно, эти матчи против Ливерпуля. Проиграли им 3-0. Итак, предложение на посту главного тренера сборной нас сейчас ожидает. Давайте посмотрим, какие сборные заинтересованы в Роберто Карлосе. Клубные никакие, естественно. И вот национально Бразилия. Аргентина и Италия. Ну, естественно, ничего мы брать не будем, потому что мы просто вот играем за Зенит. И времени, чтобы не тратить на сборную. Хотя Роберто Карлос, мне кажется, замечательно бы возглавил сборную Бразилии. И постарался бы выиграть с ними уже чемпионат мира. Правда, теперь в главе тренера сборной. Коки перешел в Барселону. Хотя чаще всего Сауль переходит в карьерах. Но здесь Коки. Так, моя команда. Суарес. Все. Севиля приняла условия. Переходит в Севиль Денис Суарес, наш правый защитник. Мы тогда идем сюда. И подписываем Павара за 19 миллионов. Супер. И 18 миллионов у нас еще остается. Но немножечко не хватило на Хосе Гайю. Поэтому ждем, пока там еще у нас Стевенса тоже заберут. Девинсен Санчес. Правда, не буду его, наверное, забирать. Мы его все-таки купили в карьере за Лестер. Неохота мне за одних тех же играть. Лукуми из Генка. Колумбийц. Наверное, вообще по дешевке его, в принципе, можно забрать. Да, за 6 миллионов. То есть, ну, из таких вот неизвестных команд. Вот там чисто за имя, наверное, мы переплачиваем. Поэтому как так. Рубен Диаш. Тоже интересный вариант. Но он до сих пор, кстати, играет в Бенфике. И никуда еще не перешел. Тоже странно. Так, ну, мы симулируем следующий матч. Там у нас Бенфика. С Бенфикой мы сыграли в ничью. На третьем месте. Но мне кажется, сейчас если обыграем Юнук Бойс, то на вторую строчку можно будет влететь. Но уже точно чемпионами не станем. Потому что, ну, желательно вот в этих претензионных турнирах выигрывать все три матча. Но мы уже вот проиграли Ливерпулю. Бенджамин Повар. Бенджамин Повар. Теперь у нас основной. Именно он правозащитник. Караваев у нас теперь будет на замене. Варди перешел в Манчестер Сити. Вот так вот. Бенфика сыграла в ничью. Ну и все. Это единственная новость, как я понимаю. Больше инфоповодов нет. Ну вот Повар. 84 рейтинг. Вот и по Стэвенсу наконец-то пришли предложения. Давайте попробуем за 14 миллионов его продать. А сколько у него компенсация? У него 16 миллионов. Заодно и Прохина тогда уже выставляем. И идем искать замену. И я, наверное, ее уже нашел. Уж точно на позицию Прохина. Так, ну давайте вот правых пока уберем. Да и левых там тоже можно убрать. Защитников. Итак, я понимаю, что Лукуми вот этот самый низко рейтинговый игрок в нашем поиске. Но все равно, смотрите, вот Комара. Тот же. Нага только младше. Но за 20 миллионов зачем мне переплачивать, если я могу купить того же Лукуми с рейтингом таким же просто из Генка. Вот. А он не против. И Клуб тоже. Поэтому все. Мы отправляем предложение. Вот сейчас за 4 миллиона 800 мы его можем подписать. И все. Пока что ждем. Так, сразу переходим в управление командой. Ставим вот так вот. Ставим, во-первых, еще и Портея в старт. То есть смотрю, что-то он не выходит. Все. Вот такой вот у нас пока что стартовый состав нашей команды. Вот сейчас еще и продадим Стевенса, продадим Прохина. И будет вообще все замечательно. Играем против Юнг Бойса. Последний третий тур. Финальная игра. Минимально обыграли вообще замечательно. Но на третьем месте мы, кстати, так же и остались из-за того, что Бенфика сыграла в ничью с Ливерпулем. Итак, Повар, говорят, удачно писался в команду. Ну, вообще, значит, замечательно. Лукуми за 5200. Согласна. Ну, все замечательно. Вообще, все супер. Стевенса мы продаем за 12 с половиной миллионов. В фуллхэм. Ну, и все подписываем, получается, Хосе Гаю на позицию как раз Стевенса. И вот у нас как раз остаются деньги на Лукуми. Мы его тоже давайте сразу подпишем, чтобы время не терять. Ну, и теперь переходим в мою команду и смотрим, кто у нас дальше там после Прохина идет. А идет тут Осорио, поэтому так же мы можем находить замену. Может быть, это либо Кабак. Я не знаю, за сколько его там можно подписать. Ну, вот за 18. Я вообще предлагаю с несколькими футболистами подписать. Сейчас посмотрим, кто из них согласится, кто нет. Может быть, кого-то за меньшую сумму, а там мы уже будем вот просто выбирать. Итак, вот очередное подписание. Я не знаю, сейчас это либо Лукуми, но это Хосе Гая, да. Хосе Гая с фейсом хотя бы, с реальным. И все. Хосе Гая за 24 700 переходит. Стевенса переходит в фуллхэм. И тут у нас переговоры по Кабаку. Кабаку зашли в тупик. Вот Миленковича согласны продать за 15 с половиной миллионов. Комара тоже. А вот Кабака, он испугался, что его посадят на скамейку запасных. Поэтому вот, либо Комару, которому 23, но с ростом 184, либо Миленковича чуть подешевле. Ну, в общем, все у нас будет, надеюсь, замечательно. Вот Хосе Гая, Лукуми к нам присоединяются. Теперь лишь бы продать Прохина и Ассорио. Так, пришло предложение по Прохину. Вообще замечательно. Правда, маловато. Действительно, прямо за него я сейчас не знаю, откуда я буду брать деньги. Стоимость трансфера не может превышать компенсацию. Ага, ну то есть все. Десять с половиной миллионов. Он и в принципе не хотел с нами, Прохин, переподписывать контракт. Хотел уйти из команды. Вот, то есть компенсацию мы бы ему не смогли бы в любом случае никак поднять. Поэтому он уйдет за компенсацию. Это мало, конечно, но хоть какие-то деньги будут. Мы уже подписали на его позицию Лукуми. Вот, ну и ждем сейчас вот вместо Ассорио, если его заберут, то там хватит, мне кажется, на Миленковича нам уж точно. Так, нашли мы, так сказать, уже и замену для Ассорио на будущее. Поэтому можно уже и выставить, я не знаю, Ригони пока что рановато, наверное, будет. Выставим, а там посмотрим. Вот, пусть пока что хотя бы клубы понимают, что мы хотим избавиться от Ригони и будут присылать нам предложения по его поводу. Но мы пока что будем искать ему замену. Так, а у нас официальный матч. Мы играем против Роттера. Они выиграли Кубок России. Мы выиграли чемпионат. Поэтому как-то так. Теперь Хосе Гая у нас в стартовый состав. Лукуми на скамейку запасных, можно так сказать. Но у него рейтинг практически как у Аки. Поэтому там не сильно и конкуренция будет. Хотя у них вот, да, на этой позиции будем, если что, ротировать игроков. Смотреть, кто из них покажет себя лучше. Прохина все уже на продажу вот так вот выставим. Ну и все. Вот такой вот у нас пока что на данный момент стартовый состав на этот сезон. Собираем команду. Смотрим, кто готов, кто нет. Хосе Гая, например, вот не готов. Будет играть, значит, Дуглас Сантос вместо него. Ну и все. Остальные ребята заряжены. Возьму того же Шамуродова, а не Чалова, потому что у него пиковая форма. Ну и выпустим давайте тоже. Бариуса с капитанской повязкой и Шамуродова вместо Азмуна. Все. Вот таким составом мы и выйдем. Я не знаю, Бариусу можно, наверное, мне кажется, доверить. Капитанскую повязку лучше Малкому давайте отдадим. Все. Вот таким составом мы и выходим. Зенит против Роттера. Поехали. Итак, Зенит против Роттера. Матч за Суперкубок России. В прошлом сезоне мы его выигрывали. Ну и, мне кажется, теперь с такими усилениями в лице фланговых защитников Томаса Партея, который, правда, сегодня нет на поле. Но есть одно наше подписание на поле. Это Бенджамин Павар. Поэтому посмотрим, как мы абсолютно таким же составом, не сильно он у нас поменяется на самом-то деле, сможем второй сезон подряд показать хорошую игру в Еврокубках. И вот Борез сразу же получает желтую карточку на первых минутах. А вот и нарушение возле штрафной площади. Ну и сейчас, мне кажется, все здесь будет идти к тому, что мы пропустим. Ну, кто бы сомневался. 14-ая минута, Роттер выходит вперед. Ударом со штрафного они забивают. И Шамуродов замечательно забивает, сравнивает. И это 1-1. Шамуродов делает дубль. 72-ая минута. Удар Шамуродов просто шикарно. Сейчас разобрался, получил. Ну, там не он, в принципе-то, разобрался. Просто очень хорошо атаковали мы. Там Дреусин неплохо на ложном убрал. Ну, и здесь вот такие забегания, стеночки. Ну, здесь аккуратненько вот он 22-го номера, 28-го номера убрал. И все. 2-1. Шамуродов нам сейчас может принести первый трофей в этом сезоне. И все. Финальный сысток. Минимальная победа Зенита над Роттером в Суперкубке России. Вот этот единственный пропущенный удар. Это был единственный удар у Роттера в матче со штрафного. Но это все и так было понятно. Но замечательно, что Шамуродов у нас вышел. Он был на пиковой форме. Я решил ему дать место сегодня в стартом составе, а не Чалову либо Азмуну. И все. Он меня отблагодарил двумя забитыми мячами и титулом, очередным титулом за Зенит. Итак, у нас очередные переговоры. Прохина согласились купить в Кунтурипу за 10,5 миллионов. Но неплохо. Ждем теперь, когда Осорио купят здесь и Монпелье, и Краснодар им интересуются. Мы без проблем готовы отдать его туда. Да, вот. Третий. Может, третий действительно. Да, я забыл, что когда мы в первом сезоне приходили, там уже просто был первый матч в сезоне. Это Суперкубок. Поэтому мы три раза подряд выиграли Суперкубок России. Может быть, какое-то достижение. Там никто ни разу три подряд не выигрывал. Но вот мы выиграли. Что вы чувствуете перед первым матчем? Ну, все так же будем говорить, как обычно. Возьмем хороший старт. Будет легче завоевать титул. Мы играем сегодня против Ростова. Играем дома. Надеюсь на то, что у нас неплохо получится стартовать. Вот такой вот у нас состав. Просто будем делать теперь изменения. Вот Лучими, например, Лукуми. Лучуми. Я не знаю, как правильно. 24 года ему. Сегодня у нас старт на составе. Мог бы, конечно, и Осорио. Давайте вместо Аки поставим. Все. Вот таким составом мы выходим. Зенит против Ростова. Первый тур чемпионата России. Поехали. Итак, Газпром-арена. Зенит-Ростов. Стартуем в чемпионате России. Новый сезон. Поехали. И все. Финальный свисток. Зенит не смог стартовать своим звездным составом в российской премьер-лиге с победы. Мы удерживаем ничью. Но, скорее всего, мы просто проиграли. По этому матчу. Один удар был тут не в створ. Владение даже за Ростовом. Поэтому я, честно, не знаю, что сказать. Христофор стал лучшим игроком сегодняшнего матча. Ну и после первого тура мы занимаем седьмую строчку. Габриэль Жезус удостой награды лучший футболист Европы. И вот снова. Я не помню, Азмун вроде в прошлом сезоне у нас получал эту награду. Вот теперь Жезус в нашей команде. Замечательно. Все супер. Замечательно. Жеребьевка там состоялась группового этапа Лиги Чемпионов. Мы уже будем играть против Юнг Бойс. Вроде против них мы уже играли как-то. Канте в группе смерти. Болельщики недовольны тем, как играет Павар. Жезус хочет поблагодарить их. А Ибрагинович переходит в Мадридский Реал. Так, а вот и Ассорио. Ну, почему за такие копейки-то какие-то? Я понять не могу. Ассорио 28. Да, он у нас не часто выходил. Но все равно, что это за копейки какие-то? За миллион шестьсот нам точно вряд ли что-то там хватит купить. Я именно сейчас про Миленковича. Так, ну и давайте пока что мы посмотрим нашу группу в Лиге Чемпионов. Зенит, Челси, Лацио, Юнг Бойс. Вот это вот прям мощная группа. Хотя мы играли в финале Лиги Чемпионов. Нам такую... Ну, естественно, мы ее не выиграли. Но жесткую группу нам прям подсунули. Будет очень тяжело впервые выйти нам из группы. Ну что же, сейчас у нас игра против Ахмата. Мы играем на выезде. Посмотрим, что у нас с составом. Вместо Дриуси будет Мостовой. Вместо Хосегая будет Дугласантос. Ну и все. Вот таким составом мы выходим. Надеюсь, хотя бы сегодня получится вот у нас первыми, наконец-то, забить. Поехали. Итак, Зенит приезжает в Грозный. Ахмат против Зенита. Поехали. 1-0. Габриэль Жезус. Лучший игрок. Лучший футболист, точнее, Европы. Действующий. Забивает. Первый гол Зенита в этом сезоне в Российской Премьер-лиге. Дубль Габриэля Жезуса. Еще и головой забил. Вообще замечательно. 53-я минута. И Мостовой делает счет 3-0. Разгромная победа Зенита над Ахматом. Ну и все. Финальная точка от Андрея Мостового. 3-0. Финальный свисток. Мостовой забил последний гол. Ну и Жезус, мне кажется, станет сейчас игроком матча. 8 ударов, 6 створ. Так и есть. 7-5 у него оценка. После второго тура мы поднимаемся на четвертую строчку. И у нас отставание до первого места в 2 очка. Итак, Оссорио. Серьезно. Они предлагают сбавить 1.400.000 за Оссорио. Вот. Я не знаю. Сейчас если я буду пытаться снижать цену за Миленковича. Вот. То мне кажется, мы просто его не сможем подписать. Потому что не скажут. Вы издеваетесь. И так за копейки вы его практически у нас сейчас забираете. Поэтому оставим все как есть. Надеюсь, какие-нибудь деньги мы еще получим. Ну и все у нас с Миленковичем получится. Итак, скауты нам находят правого нападающего. Правого вингера. А вот Бернардо Сильва. Давайте я пока что добавлю. Он в Мадридском Реале 28 лет. Почему бы и нет. Просто добавим. Кай Хавертс. Пока что не будем. Ну и вообще в принципе не будем. Потому что он не на своей позиции. Так же как и Дани Ольма. Вот. Нам нужен чистый правый нападающий. Может быть из молодежки кого-нибудь подпишем. Того же вот Хуакина. Давайте кстати попробуем. Вот. Надо посмотреть, кто из них самый прям вот молодой. Матьео, Санчес и Альбиоли. М7 по 16. Но самый дорогой из них это естественно Хуакин. Давайте мы Хуакина подпишем. Как раз последний час идет. И сдал бы я бы его в аренду сейчас. Вот. И получили бы мы за него деньги. Но так надо было делать наверное в начале трансферного окна. Вот. Чтобы его как бы сдать в аренду. Ригони. Вот. В Риверт Плейт собираются уже. Вот. Мы пока что молчим. Так. В аренду да. Посмотрим. Ну кстати вот. Хуакина как только мы подписали. У него рыночная стоимость повысилась. Теперь он 41 миллион. Малко мы хотим купить в Манчестер Сити. Мы отклоняем. Ну вот. Скауты нам нашли снова правого нападающего. Теперь уже чисто я так понимаю. Это Галено. Но тоже как бы не очень. Хотелось быть чуть-чуть получше. 83 плюс хотя бы. Ригони в Аталанту. Вот это вот уже реалистичный трансфер. Он туда в аренду все-таки уходил. Но замену мы ему все равно пока что не смогли найти. Интер купил у Лацо Инсинье. Вот так вот. Инсинье уже третью команду в Италии меняет. Вообще замечательно. Ригони в Тоттенхэм. За 3 миллиона 200. Отклоняем. Итак. Пикфорда решили забрать у нас в Милан. Причем за хорошие такие деньги. За 42 миллиона. Но мы естественно отклоняем. Так. Габриэль Ажедузов в Барселону. За 92. Округляем. Миллиона евро. Естественно мы отклоняем. Потому что мы нацелены в этом сезоне выиграть Лигу чемпионов. Ригони в Шеффилд Юнайтед. За 3 миллиона. Пока что тоже вот мы отклоняем. Ну вот кстати интересный вариант. Родриго. Сейчас играет в Ливерпуле. Ему 21. И рейтинг как раз хорош. Только 83. Два вроде фланговых у нас может быть тогда нападающих из сборной Бразилии. Они вроде как там единственные только и вызываются. И все. Мы завершаем летний период трансеров. Подписали Портея. Подписали Гаю. Подписали Повара. В атаку никого и не подписали. Нам сильно не нужно. Нам нужно сейчас вот найти. Там буквально 3 миллиона. Чтобы подписать Миленковича. На замену Ассорио. Которого мы вот продали в Монпелье. За какие-то копейки. Вот. Ну и также ищем замену для Ригони. Чтобы освежить по рейтингам наш фланг атаки. Азмун и Жезус попали в сборную месяца. По тренировкам Хуакин плюс единичку к рейтингу добавил. Ждем. Когда получим мы наконец-то предложение по нему. И отдадим его в аренду. Ну а сейчас у нас игра против Тамбова в Кубке России. И дальше игра в Лиге Чемпионов. Значит будем состав ротировать. Надеюсь в этом сезоне вот не проиграем. Так. Ну. Фоден вот не сыграет. Сыграет Бариус вместо Портея. Тем более им там что-то и недовольны болельщики. Не знаю почему. Чалова выпустим. Шамуродова выпустим. И выпустим Ригони. Все. Вот таким составом мы выходим. Зенит против Тамбова. 1-8 Кубка России. Поехали. Итак. Зенит против Тамбова. Последний матч у нас в сегодняшнем выпуске. Поехали. И все-таки забиваем. Караваев замечательно навесил на Фодоро Чалова. И тот головой забивает. 26 минута. Выходим вперед. 1-0. Чалов забивает дубль. Здесь уже на своем индивидуальном мастерстве. Неплохо ушел из подзащитника. И забил. И все-таки мы пропускаем. На последней минуте Тамбов уменьшает наше преимущество. Но вряд ли сейчас они что-то успеют сделать. Финальный свисток. Или все-таки даст время. Нет. Минимальная победа Зенита в Кубке России над Тамбовом. Благодаря двум голам Федора Чалова мы проходим в четвертьфинал Кубка России. Ну что же. Следующим нашим соперником, кстати, будет Уфа. Поэтому замечательный вариант. Ну, мне кажется, это уже точно мы будем в полуфинале. Насколько важен первый матч в группе смерти? То есть это... А, ну действительно. Это про наш уже говорят Канте из Челси. И тогда в новостях говорили, что именно у Канте брали интервью. Ой. Это всего лишь одна игра из серии. Ответим так. Тем более мы начинаем против Young Boys. Самой слабой команды в этой группе. В группе. Поэтому я думаю, у нас все получится. Поэтому как-то так. На этом все. Ребята, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok